Добрый день, уважаемый Иванович, уважаемые коллеги. Действительно, мы вчера коллеги Министерства финансов рассматривали итоги работы наших служб, которые идеальны налоговые службы, таможенные, там более регулированные. И когда послушали итоги деятельности и задачи идеальной налоговой службы, то было признано, что все тем, цели и задачи, которые ставили перед налоговыми органами, они были выполнены за 2017 год. Здесь и не только фискальные вопросы, только фискальные задачи, но и структуру, которую мы ставили в качестве целей на 2017 год. Действительно, за прошлый год были достигнуты неплохие темпа с точки зрения сбора доходов, только налоги, которые администрированы, федеральная налоговая служба приросли за прошлый год на 20%, а федеральный бюджет более чем на 30%. Это, безусловно, очень хороший результат работы налоговым органом. И действительно важно, здесь в докладе отмечалось, Николай Денович, что важно, что рост был достигнут и именно не нефтегазных доходов, то есть не коммунитурных доходов, а именно тех, которые связаны за счет, в первую очередь, роста экономики. И здесь и результат, и улучшение администрирования, и улучшение, снижение серого сектора экономики, соответственно, увеличение налоговой отдачи. Важно также, что действительно мы справились с первым этапом, первым годом, первым этапом администрирования страховых взносов, потому что, действительно, в презентации мы видели, что страховые взносы приросли более чем на 9% за прошлый год. Здесь, конечно, вопрос и борьба с той задолженностью, которая образовалась по страховым взносам. И мы знаем, что проблема такой задолженности составляет более 520 миллиардов рублей. Как раз задача налоговой службы заключалась в том, чтобы обеспечить и администрирование текущей, и в том числе и регулировать незадолженность, которая отодавалась в предыдущие годы. Уверен, что сейчас мы сможем обеспечивать рост, прирост страховых взносов более высокими крайними, чем это было, когда администрирование занималось пенсионной фронтой. Многое сделано в рамках реализуемых совместных проектов с теми службами, которые поддерживаются министерством финансов, в первую очередь, конечно, федеральной таможенной службе. Здесь и в пилотном проекте по реализации проектов по маркировке изделий натурального меха мы видим, что значительно обелился этот сектор. Правда, налоговое поступление стало меньше, чем мы ожидали. Но тем не менее мы видим, что по таможенным декорациям объем реализации и подъем ввоза изделий из меха возрос, увеличились и уплаты таможенных платежей несколько, конечно, меньше, чем мы ожидали, возросли поступления по налоговому сбору к этому сектору. Тем не менее мы знаем, как дальше, где-то узкие места и как дальше увеличивать поступления в результате реализации проекта по маркировке изделий. Важная тоже задача была реализована. Первый этап реализации задачи – это сопряжение информационных систем налоговой службы и тономии с целью обеспечения прослеженности товара на всех этапах его бизнеса. Мы знаем, что в процессе обмена таких данных сформировано электронное досье по истории внешнеторговых операций более чем 300 тысяч компаний. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, что началось обмен ее системы управления рисков, началась совместная проверка с точки зрения соблюдения налогового и таможенного законодательства. Все это дает общий результат – увеличить поступление в казну, с одной стороны, с другой стороны. Мы видим, что налогоплательщики понимают, что у них шансов уклониться от налогового и таможенного законодательства после интеграции информационных систем двух основных администраторов значительно меньше. Успешно также была проведена работа по переводу налогоплательщиков в первую очередь крупных техниках на контрольную кассовую технику. Об этом тоже Николай Ильич говорил. Было зарегистрировано полтора миллиона экземпляров новой контрольной кассовой техники. И мы видим, что пошел процесс передачи опускальных данных в налоговый комплекс в режиме онлайн. И выручка налогоплательщиков, применяемых в новую систему ККТ, увеличилась более чем на 30% или на 3 миллиона рублей. То есть обеляется сектор. Мы видим, что за новыми технологиями, за продвижением новых онлайн таких технологий, за этим будущее, в том числе и будущее, с точки зрения увеличения с сбором налогов в первую очередь с точек продажи. Следующий вопрос о работе с физлицами. Сегодня много работает электронных сервисов, созданных службами, которые обречают гражданам исполненные функции налогоплательщиков без личного посещения налоговых инспекций. Тем не менее, хотелось бы разошло обратить внимание. В Министерстве финансов тоже поступают жалобы иногда от граждан в связи с администрированием имущественных налогов. Есть вопросы к зачислению налогов, в том числе с их зачислением по объектам, которые иногда и не принадлежали гражданам, или те объекты, которые были давно уже реализованы. Есть вопросы по нарушениям уплаты имущественных налогов по тем объектам, которые не числятся за гражданами, и так далее. Поэтому здесь хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что нам необходимо повысить качество взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками и улучшить ситуацию с формированием базы, налогооблагаемой базы, в первую очередь, налогоплательщиков по имущественной налогам. В целом, такие обращения еще раз повторюсь к нам неоднократно в министерстве финансов по структурам. Несколько слов о задачах на текущий год. Действительно, мы в этом году должны подготовить целый блок изменений налоговой законодательства, которая признана будет обеспечить те задачи по стимулированию темпов экономического роста, с одной стороны, с другой стороны, без увеличения налоговой нагрузки увеличить сборы доходов в бюджетную систему. И такие предложения мы уже отрабатываем с налоговой службой. Такие предложения будем рассматривать в правительстве Российской Федерации. И здесь, еще раз повторяю, что, конечно, нам необходимо продолжать реализацию тех мер по улучшению администрирования, в первую очередь, основанных на современных традиционных технологиях. Здесь и продолжение перехода на онлайн-кассы. Сейчас будет второй этап сложнее гораздо, потому что придется переводить на онлайн-кассы представителей малого и среднего бизнеса. Это более сложный процесс. Поэтому в этой связи одна из приоритетных задач на текущий год. Это проведение работы в субъектах Российской Федерации по стимулированию субъектов малого и среднего предпринимательства перехода на новый порядок взаимодействия с налоговой службой в части рочных продаж. Прошу усилить работу в этом направлении. И нам до 1 июля текущего года необходимо перейти на применение онлайн-кассы дополнительно порядка 600 тысяч налогоплательщиков. Окончательный переход обеспечен уже в 2019 году. Следующая задача – это вопрос перехода на автоматический обмен информацией через налоговые органы различных стран, мы присоединились к этой системе, и она у нас должна заработать с сентября 2018 года. Здесь для того, чтобы организации финансового рынка, у которых возложены обязанности по представлению финансовой информации, они не имели препятствия в исполнении своих обязанностей, со стороны налоговой службы требуется разработка подзаконных актов, а также необходимые информационно-технические изменения. Поэтому, обращаясь к коллегам из налоговой службы, с тем, чтобы мы эти акты быстро приняли, и не было никаких проблем для автоматического обмена информацией в том формате, как мы договаривались с коллегами по 20-й и по улице. В 2018 году должен быть реализован второй этап код взаимодействия между налоговой службой и таможенной службой. Речь идет о формировании национальной системы просвеживания товаров на основании данных из таможенных деклараций, а также данных из систем контроля за правильностью исчисления и уплаты налогом добавленной стоимости. Должна быть создана универсальная система, позволяющая непрерывно контролировать процесс создания стоимости на сети всех стадиях движения товаров и использовать данную информацию как при контроле товаров после выпуска, так и при их непосредственном вьюзии. Необходимо обеспечить сопоставимость получаемой информации с точки зрения возможности ее использования как для налогового, так и таможенного контроля. Также создать условия, позволяющие охватить этой системой прослеживаются все товары в Азимово-Российскую Федерацию с территории других стран, членов Евразийской экономической союзи. Важнейшая тоже информация, мы уверены, что это тоже даст соответствующее дополнительное поступление и в налоговую систему, и создаст более конкурентные условия внутри и в процессе. Следующая задача это прошу усилить работу по совершенствованию сборов страховых взносов и налоговым докладом физических лиц. Мы в последнее время действительно занимались вопросами сбора посленных налогов МДС, это в отдельной АСК МДС-2, сейчас третья уже система будет работать. Но тем не менее, задача по увеличению страховых взносов, мы уже об этом говорили, и налоговый доклад физических лиц, это одна из важнейших задач, на которые хотел бы обратить внимание налогового фонда. Здесь вопрос не только заложенности, которые еще остаются значительными, которые мы с вами должны принять решение, но и вопросы как раз выхода из тени, объявления экономики, как мы говорим. Уверен, что те налоговые инновации, которые будут подготовлены, приняты, дадут соответствующие импульсы в этом направлении. С одной стороны, с другой стороны, меры администрирования также должны позволить увеличивать поступление страховых взносов в бюджетные фонды. Следующая задача, это необходимо обеспечить сокращение бумажных уведомлений, направленных налогоплательщикам и уплату налогов с переводом данных уведомлений в цифровой формат. Мы тоже вчера на коллеге обнуждали, потому что сегодня уже оказалось бы все больше и больше необходимо использовать электронные форматы, сервисы, личный кабинет для уплаты налогов. Это уже становится механизмом, когда мы получаем платежки по бумажных носителям с тем, чтобы налогоплательщики исполняли свои обязанности по уплате налогов. Надо переходить, конечно, на современные методы. Поэтому здесь есть задача создать стимулы для того, чтобы налогоплательщики сами были заинтересованы в переходе на электронный формат по уплате своих налогов. Поэтому мы таким образом и сэкономим значительные средства для государства, а с другой стороны просто упростим систему платы обязательств по налогов. Следующая задача, тоже упоминалось в докладе Николая Владимировича, это задача создания реестра народного населения. Это, по сути дела, основа для цифровой экономики. Необходимо не избавлять темп, который набрал в прошлом году. И здесь задача стоит следующая. Мы должны объединить эти цифровые системы, не только регистр народного населения, но и федеральную систему адресов, игры, с тем, чтобы создать единую базу, на которой как раз и будет основываться работа по цифровизации экономики. Такая задача стоит перед налоговой службой, и мы уверены, что она будет реализована. Следующая цель – это создание единого окна для приема от субъектов экономической деятельности и довольно бухгалтерской отчетности. По сути дела, уже сегодня налоговую службу выполняет функционал статистики, статистический формы. И уверены, что налоговая служба гораздо лучше справляется с этим функционалом, с этой задачей, чем статистика. Поэтому нам предстоит упростить создать единое одно окно для приема бухгалтерской и налоговой отчетности. Это будет и проще для налогоплательщиков, это будет и более справедливое, и более правильное данное для статистической отчетности. Коллеги, в завершение хотел еще раз поблагодарить сотрудников за успешную работу в достижем году. Видим, что результаты положительные, результаты хорошие. Уверен, что мы реализуем те задачи, которые стоят перед финансовым органом, перед налоговым органом на текущий год. Мы сможем подготовить предложение по изменению налогового законодательства, можем улучшить взаимодействие с бизнесом, улучшить администрирование без увеличения налоговой нагрузки и тем самым обеспечить, по-моему, основной задачей это ускорение темпов экономического роста, который стоит перед нами на текущий год и на предстоящий год. А поскольку без увеличения экономического роста мы предъявляем одной из основ для улучшения благосостояния наших граждан и, соответственно, даст нам возможность без увеличения налогового нагрузки пополнить бюджета всех уровней бюджетной системы. Еще раз хочу вас поблагодарить за программу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ